Я снова рад приветствовать тебя, любимый зритель канала Правильный Выбор. В этом выпуске я покажу тебе лучшие модели роботов-мойщиков окон с распылителем. На первое место рейтинга становится Atwell Zorro Z7. Симпатичный квадратный робот, под корпусом которого скрываются высокий интеллект и большие возможности. Конструкция в форме строгого квадрата выбрана не случайно, так как позволяет добиться максимально эффективного отмывания окон даже в углах. То же самое касается и зон возле рам, приближаясь к ним машинка прикасается два раза к раме для большей эффективности. Дизайнеры вместе с инженерами неплохо постарались над внешним видом и сумели сделать корпус высотой всего 80 миллиметров. Такой скромный рост позволяет роботу спокойно двигаться между рамами и подрешетками. Ручка для переноски на верхней части присутствует, но она мягкая и складная, поэтому на высоту никак не влияет. Еще одно важное отличие от других моделей состоит в хорошо продуманной системе разбрызгивания моющего средства. В то время как остальные аналоги брызжут куда ни попадя на стекло перед собой, этот робот подает жидкость непосредственно на салфетку, таким образом снижая в разы потери от испарения и перерасход жидкости. Встроенная емкость для моющего раствора вмещает 150 миллилитров. Кажется, что это совсем немного, но за счет экономичного расхода мойщику хватает для уборки на площади до 80 квадратных метров. Кабель питания установили с запасом 8 метров, плюс кабель адаптера, в итоге получается размах до 9 метров. То есть мыть можно действительно огромные окна и витражи. В качестве обратной связи и индикации происходящих процессов робот использует голосовые команды, озвучивает свои действия, чтобы ты понимал, что с ним происходит. В том числе будет ругаться и на ошибочное нажатие, русский язык предусмотрен. Движение машинки по стеклу реализовано при помощи гусеницы специального материала, которому не страшны влага и гладкие покрытия. Поэтому при работе Atwell не буксует, а планомерно движется к своей цели, которую, кстати, определяет гиронавигация. Робот всегда вернется в ту точку, из которой начал процесс уборки. За это отвечает навигационный чип с шестиосевым акселерометром. В движение гусеницы приводит бесщеточный двигатель, энергоэффективный и более долговечный, нежели традиционный. По краям корпуса инженеры воткнули лазерные датчики. Они нужны для определения края поверхности, чтобы робот не падал с безрамных конструкций. Поэтому можно смело использовать модель для отмывания зеркал или стеклянной мебели. В случае отключения питания робота спасет встроенная батарея. Ее хватит примерно на 40 минут. Все это время он будет подавать сигналы о помощи. Даже если ты не успеешь вернуть питание, то сработает последний рубеж защиты – страховочный трос. При работе Atwell ведет себя скромно и тихо шумит до 55 дБ, хотя у других моделей этот показатель в среднем 65. Уборка не потревожит твой послеобеденный сон или соседей. В комплекте тебе сразу же дадут салфетку из микрофибры большого размера. В общем, получился весьма эффективный мойщик окон любого вида – удобный, надежный и функциональный. Достоин первого места. Обойдется примерно в 26 тысяч рублей. Если встретишь модель себе по душе, то сразу же загляни в описание, там есть все необходимые ссылки с ценами и подробной информацией. Плюс промокод, который поможет немножко сэкономить. На второе место становится модель HAT W8. Это тоже робот с прямоугольной формой корпуса для эффективной и оперативной очистки окон в углах и зонах рядом с рамами. Обладает немного футуристичным дизайном, с плавными линиями и переходами на верхней части конструкции. Здесь же находится емкость для моющего средства. Она прозрачная, поэтому в любой момент времени можно посмотреть, сколько еще жидкости осталось. Объем, кстати, почти в два раза меньше, чем у предыдущей модели всего 80 миллилитров. Как уверяют разработчики, такого запаса должно хватить примерно на 35 квадратных метров. Автоматическое распыление здесь тоже реализовано, но по довольно интересной схеме. Вода или моющие средства разбрызгиваются с двух разных сторон корпуса через съемные сопла. В комплекте тебе дадут 4 запасных на всякий случай. Непосредственно очищение поверхности от загрязнений лежит на плечах салфетки из микрофибры, которая крепится на дну робота. Она имеет довольно большую площадь и покрывает почти всю нижнюю часть, кроме гусениц, датчиков и отверстий для всасывания воздуха. Гусеницы здесь тоже сделаны из специального материала, способного уверенно передвигаться по влажным и гладким поверхностям. Движется робот по маршруту, выстраиваемому интеллектуальной системой HotThing 2.0. По углам корпуса размещены датчики. Они также как и у предыдущей модели нужны для определения края поверхности. То есть его тоже можно использовать на безрамных конструкциях, зеркалах, полностью стеклянных дверях, мебели. На убираемой поверхности робот держится за счет мощного бесщеточного двигателя марки Нидек. Основное питание приходит из электросети, но в случае внезапного отключения электроэнергии двигатель будет работать от встроенной батареи емкостью 650 мАч, примерно около 20 минут. За это время его надо либо снять, либо вернуть основное питание. Если не успеешь, то он повиснет на страховочном тросе. Главное не забыть его прицепить перед процедурой уборки. Для управления можно задействовать корпус робота либо пульт. На корпусе находится всего лишь одна кнопка, предназначенная для включения и выключения. Если нужна настройка каких-то параметров, то это можно сделать с пульта. Но режимов и функционала здесь немного, так что разобраться с управлением можно достаточно быстро. Так же, как и в предыдущей модели, обратная связь и индикация событий происходят голосом робота. Правда, на английском языке. В целом, модель получилась весьма эффективной и надежной. За счет обильного разбрызгивания моющего средства может справляться даже с серьезными загрязнениями. Обойдется примерно в 27 тысяч. Обязательно подпишись на канал Правильный Выбор, чтобы всегда самым первым узнавать о новинках и актуальных предложениях товаров из разных категорий. Ну и, конечно, не забудь влепить лайк этому видео и поддержи меня своим комментарием. На третье место нашего с тобой рейтинга становится модель Hobot 298 Ultrasonic. Это снова квадратный представитель класса роботов-мойщиков окон. Дизайн модели смотрится немного проще, чем у предыдущих. На верхней части заметно выделяется центральная консоль с выемками для захвата руками и единственной кнопкой управления. Также на себя внимание обращает резервуар для воды емкостью в 70 миллилитров. Он прозрачный, поэтому количество моющего средства видно невооруженным глазом. Ко всему прочему, резервуар еще и съемный, в случае поломки его можно снять и заменить. Разбрызгиватель в этой модели установлен особого типа. Производитель называет его ультразвуковым, потому что при подаче воды превращает струю в туман, расход которого составляет примерно 1 миллилитр на квадратный метр. По стеклу робот движется зигзагообразно либо в горизонтальном, либо в вертикальном положении. Также есть режим, комбинирующий оба вида движения. На поверхности держится за счет вакуума, образуемого бесщеточным двигателем. За перемещение отвечают гусеницы специального материала для защиты от падений с безрамных поверхностей, инженеры предусмотрели лазерные датчики по краям корпуса. Система безопасности устроена по тому же алгоритму, что и у предыдущих моделей. То есть при внезапном отключении основного питания от электросети, двигатель начинает работать от встроенного аккумулятора емкостью 650 мАч. Хватает его, конечно, ненадолго, минут на 20. Если вдруг не поможет и это, то мойщик повиснет на страховочном тросе. Робот приспособлен к движению по самым разнообразным поверхностям. Не обязательно таким гладким, как стекло. Например, мозаичная плитка или окна с шероховатой фактурой. Для управления тебе предлагается целых три варианта. Первый самый простой – это кнопка включения на корпусе. Второй – это пульт управления с расширенным набором настроек и функционала. Третье – мобильное приложение, по сути, копирующее возможности пульта. В комплекте тебе дополнительно выдадут фирменное моющее средство, а также три запасных салфетки для влажной уборки. Модель работает довольно эффективно, моющее средство расходует экономично. Движется быстро, обладает необходимыми системами защиты от падения, обойдется примерно в 22 тысячи. На четвертом месте оказался Genio Windy W250. Обладает довольно скромным и неброским дизайном, опять же, квадратной формы. При этом высота немного ниже аналогов и составляет около 7,6 сантиметров. За удержание на поверхности отвечает мощный бесщеточный двигатель марки Нидек, генерирующий силу всасывания в 2600 паскалей. Как и в самой первой модели рейтинга, распыление моющего средства здесь осуществляется не в стороны от корпуса, а под него, непосредственно на салфетку. То есть расход более экономичный. За расчет маршрута отвечает процессор с умными алгоритмами, выстраивая наиболее эффективные пути для оперативной уборки. Этот робот тоже обладает датчиками по краям корпуса, помогающими ему не сваливаться с безрамных конструкций. Это значит, что его можно применять для мойки зеркал, стеклянных дверей и стеклянной мебели. Кроме того, мойщика можно использовать и для уборки на других поверхностях, например, плитки. Система защиты от падения мало чем отличается от уже рассмотренных нами в других моделях. То есть, как только пропадает основное питание, двигатель начинает работать от встроенного аккумулятора емкостью 650 мАч. В течение примерно 20 минут. За это время надо успеть его либо снять, либо подать основное питание, иначе он повиснет на страховочном шнуре. Шумит машинка в районе 65 дБ, обойдется примерно в 19000. Ну и завершает наш с тобой рейтинг самая доступная модель от марки BQ. Это снова квадратный робот-моющик с довольно приятным и лаконичным дизайном корпуса. Посередине установлена консоль с выемками для захвата руками и единственной кнопкой. По бокам установлены два отдельных резервуара для моющего средства или воды емкостью по 25 мл. То есть, эта модель тоже умеет распылять в две стороны. На поверхности стекла удерживаться роботу помогает опять же бесщеточный двигатель, образующий вакуум. Маршрут выстраивает интеллектуальный алгоритм гиронавигации. Система защиты от падения нам с тобой уже знакома. Это встроенный аккумулятор на 750 мАч и страховочный трос. Для управления машинкой предлагается кнопка на корпусе, пульт и приложение для смартфона. Обойдется робот примерно в 14000. Если ты нашел модель себе по душе во время просмотра, обязательно загляни в описание, там есть все ссылки и промокод. Подпишись на канал Правильный Выбор и поддержи меня своим лайком и комментарием. А сейчас я с тобой прощаюсь и жду в следующем выпуске.